Солнечные дети в солнечном кругу. В одноименной секции каратэ прошли показательные выступления юных челнинцев с синдромом Дауна. Всего здесь тренируются 8 спортсменов с особенными потребностями. Кстати, челнинская секция единственная в России, где занимаются такие каратисты. Посмотреть их выступления приехала и съемочная группа программы «Челны-24». Девятилетняя Самера Маргоева занимается каратэ уже три года. Вначале юная спортсменка посещала инклюзивную группу. А два года назад в Челнах открылась специальная секция для ребят с синдромом Дауна. На первом занятии было всего два человека, а теперь уже их восемь. И хотя у этих детей не получается чисто говорить, зато упражнения они показывают с горящими глазами. Рядом со мной стоят воспитанники секции каратэ Хинамару Максим и Самира. На мои вопросы они смогут отвечать только «да» или «нет». Потому что сейчас мы с ними немного поговорим. Максим, расскажи, тебе тут нравится? Да. Самира, а вот когда ты на соревнования выезжаешь, ты боишься или нет? Нет, это моя дома. Но мама, я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Я не знаю, что я не знаю. Ты нам что-то покажешь сейчас? Давай, покажи. Я не знаю. Это упражнение юная каратистка продемонстрировала и в съемочной группе программы «Челны-24». Кстати, на соревнованиях солнечные дети выступают поодиночке. Они не могут наносить удары противнику. По наблюдениям мам каратистов, спорт помогает их детям адаптироваться в жизни. Появилась какая-то ответственность за соревнования и вообще физическая подготовка ребенка. То есть, все движения требуют какой-то определенной, например, ориентированности у них, особенность наших детей, потому что они немножко не ориентируются. Секция «Хинамару», что в переводе означает «солнечный круг», объединила не только ребят с синдромом Дауна, но и с ДЦП и шизофренией. Здесь работают две группы – старше и младше. Самому юному каратисту 8 лет, взрослому 47. Все спортсмены занимают призовые места на соревнованиях различного уровня. При этом секция «Хинамару» – единственная в нашей стране, в которой каратэ занимаются спортсмены с синдромом Дауна. Они не относятся ни к какой-то нозологической группе, и поэтому на соревнованиях выезжают с группой F, то есть лица с интеллектуальными нарушениями. Они, конечно, как бы относятся к этой группе, но не совсем признаются. То есть, к синдрому Дауна не считается болезнью. Инвалидность дает сопутствующие заболевания. Чтобы наши дети могли сдавать на разряды, получать мастеров спорта, и наш тренер могла официально получать зарплату. На данный момент она с нами занимается на благотворительной основе, потому что наших детей не верят, и никуда их не включают. Ещё одна проблема секции – отсутствие финансирования. Но родители и тренеры каратистов не отчаиваются. Они надеются, что рано или поздно их признают. А пока в Хинамару готовятся к очередным соревнованиям, которые должны пройти в феврале.